всем доброе утро слышно ли меня видно ли меня ожидаю своих товарищей по счастью ура товарищи по счастью здесь мы можем начинать сегодня наше поколение и поколение наших родителей помнит о том что сегодня 22 апреля это день рождения владимира ильича ленина плохо это или хорошо ну не нам судить это было в нашей жизни как и потом мы будем вспоминать эту ситуацию с пандемией она тоже у нас была и есть поэтому сегодняшнее наше занятие посвящено нашим родителям у меня есть тетя папина старшая сестра ей 90 лет мне есть мама который 81 год есть ее сестра который 79 лет конечно они сейчас все в самоизоляции но наша задача их сохранить наша задача дать им посильные нагрузки чтобы они не забывали о том что насколько они нам нужны они наши корни они наши любимые люди о которых мы заботимся но из чего мы начнем сегодняшнюю зарядку конечно начнем с того что то что им знакомо это марши мы с ними росли они нас мотивировали у кого-то были конкурсы песни строевой вот и сегодня я напомню о том что как важно сейчас если вы звоните ваши внуки звонят бабушкам и дедушкам как важно сейчас маршировать у нас расслаблены руки плечи а ноги очень плотно пробивают пол они активизируют всю нашу стопу ведь наша стопа это проекция всего нашего тела все конечно сейчас задумаются что дарить нашим родным нам на 9 мая они же прожили это годы войны самым лучшим подарком сейчас являются дардические палки а для чего они нам нужны они они нужны для того чтобы наши бабушки и дедушки получили дополнительные опоры и проводили часть зарядки стоя вот у нас три точки опоры наши стопы согнутые колени для того чтобы расслабить всю верхнюю половину туловища и посмотрите мы не сжимаем руки мы просто их ставим палки и расслабляемся и продолжаем маршировать с дыханием выдох 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 дополнительные точки опоры и мы перевернем этот мир очень удобно дальше продолжить упражнения с палками разработать лучезапясные суставы которые если вы не пишите письма своим внукам и не рисуете плохо работают дальше мы разрабатываем наши локти палки палки не поднимаем выше плечи потому что весь весь груз наших родных и близких наших бабушек и дедушек лежит на их плечах поэтому вспоминаем девушку с веслом и плывем сначала вперед проворачиваем плечо локоть так музыка закончилась я ее выключу у нас сейчас включится что-нибудь другое так секундочку как как вас выключить сейчас секунду 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 больше появилось так ой не выключается не выключается да ну вот и тут он уже вспомнил сейчас секунду секунду почему то у меня не работает так проще отключить это на самом деле вы знаете реклама не отключается она даже не позволяет не выключить это что-то вот как работают наши маркетологи то есть рекламу и даже выключить не могу извините за это лирическое отступление поэтому вспоминаем опять девушку с веслом и плывем вперед колени согнуты все стопы у нас очень плотно растают ничего не напряжено все свободно а теперь назад назад у нас все тело расслаблено работают только плечи локти и кисти вот это основной подарок на 9 марта для наших пожилых родителей но еще у них должно быть обязательно дома средства помогающие им растягивать боковую поверхность легких это швабра вот посмотрите как я делаю это упражнение и у меня и здесь боковая поверхность а растягивается и в обратную сторону и поэтому покупайте швабры если еще нету ваших бабушек и дедушек пусть они вместе с внуками моют полы внуки в своей квартире они в своей квартире замечательное упражнение только нужно соединить вдох выдох вдох выдох вдох выдох ну вот смотрите мы уже почти 6 минут занимаемся что еще обязательно должно быть у наших бабушек и дедушек обязательно или коврик кузнецова или такие вот мячики для стимуляции стоп то есть босой ногой продавливается вся стопа как я уже сказала что вся стопа это у нас проекция всего тела теперь упражнение которое обязательно делают наши бабушки дедушки сидя колени у кого не болят колени я ведь тоже бабушка у меня есть внучка есть 7 лет будет скоро и у меня тоже болят колени мне даже оперированное колено так вот чтобы она мне не болела я свои руки делаю грабельками пальчики и силой протираю свои колени 36 рад и а если я еще раз а если я это делаю медленно представляете у меня и расслабляется поясница и напрягается плечевой пояс потому что все напряжено и одновременно массируются коник колени все очень просто главное только делать после того как 36 раз мы грабельками растерли свои колени теперь мы заглаживаем их и то же самое теперь смотрите у меня вся моя спина как у кошечки выгибается и у меня опять работает плечо локоть кисть плечо локоть кисть но при этом мой таз абсолютно свободен поясничной области у меня свободное движение и опять выдох 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 а теперь делаем в другую сторону выдох наоборот наклоняемся выдох вдох то есть сопротивление на выдохе это немножечко по-другому не так как по гимнастике стрельниковой поэтому будьте внимательны на выдохе обязательно делайте какое-то сопротивление выдохнули вдохнули ну и конечно повторить можно комплекс про за прохлопывание сидя на стуле то есть начинаем мы опять зоны тревожности легких простукиваем прохлопывая с другой стороны делаем кинг-конг восстановили дыхание руки не выше области сердца делаем очень спокойно в своем ритме мы никуда не спешим у нас очень много времени подумать и посидеть восстановили дыхание пробиваем внутреннюю поверхность наружную поверхность по плечу внутреннюю поверхность наружную поверхность по плечу выше пожилые люди не закидывают гол не закидывают руку чтобы не передавить опять здесь артерии а просто на уровне сердца кладут на другое плечо и сколько могут нижние отделы прямо прохлопывают с удовольствием меняем руки руки вверх не поднимаем сегодня мы делаем зарядку для пожилых ноги прохлопываем тоже очень осторожно ведь у нас у многих наших родителей есть варикоз поэтому это очень мягкие движения кулачки у нас очень мягкие мы выдыхаем в колено сколько можем опускаем руки если мы можем наклониться больше следим обязательно что за давлением своим подтягиваем мягкие кулачки сколько можем пробиваем наши ноги и на выдохе поднимаемся то же самое делаем с другой коленкой мягкими кулачками пробиваем аккуратно вы слышите у меня сегодня нет таких грунт громких звуков потому что предлагаю щадить себя пожилым людям опять выдохнули вдохнули закрыли глаза придумали себе цель на этот день посидели расслабились проверили что вы сидите на ягодичных буграх что у вас свободно свободен поясничный отдел грудной шеи макушка тянется к солнцу по максимуму вы смогли сегодня расслабиться и что еще очень важно важно когда вы слишком много сидите то используйте пожалуйста стульчик для таких целей то есть вы аккуратно ложитесь на на или у вас есть может быть уже коврик аккуратно ложитесь вот и тогда и ваше тело становится тоже стульчиком аккуратно ложитесь а ноги я не вижу видно меня или нет но то есть теперь ваш стульчик это вы сами ваши ноги это ваши ножки ваше бедро это ваше сиденье ваша спина которая плотно ложится на пол это ваша спинка стула потом вы аккуратно поджимая ноги скатываетесь на в одну сторону встаете тоже все аккуратно все время восстанавливаете дыхание и с благодарностью к детям потому что они вам настроили интернет продолжайте свой день мы очень вас любим будьте здоровы